День города День города День города День города Собственно выясняли почему же это случилось Все сваливали на Разумеется пандемию Ну это понятно авиасообщение Судоходное сообщение Все было приостановлено И вот Даша тут молодец Не оставляя как бы старенькие репортажи свои следить за тем как все происходит в развитии решила поинтересоваться что там сейчас творится Да, но Почта России не отрицала, что это было в связи с пандемией, действительно, и поиском новых перевозчиков. Вот это важно. Тогда посылки не доходили месяцами. Действительно, они плыли по морю, хотя деньги брали за авиадоставку, но они в итоге плыли по морю, потому что это было такое экстренное решение, это можно было, наверное, понять, хотя это не понимали люди, которые их ждали и просили вернуть деньги. Также они просто лежали на сортировочных хабах месяцами, и вот действительно у меня было большое удивление, когда я узнала, что сейчас, спустя столько времени, эта ситуация продолжается. Нашла в социальных сетях группу под названием «Союз обманутых отправителей». О боже, уже такое есть. Да, там очень много, на самом деле, участников, и увидела, что там есть нереальная активность, пишутся коллективные иски, претензии, ну и так далее. И вот, казалось бы, потеряли посылку, бывает, наверное, доставят, но действительно проблема в том, что тысячи именно предпринимателей завязаны на ежедневных отправлениях, и получатели, в современной площадке это позволяют, подают иски, рейтинг, в принципе, у России ниже плинтуса, как у отправителя. И вот я хотела бы начать всего с одной истории закрывающегося бизнеса. Давайте послушаем. Меня зовут Елена, я из Мурманска, я по поводу почтового коллапса. В общем, магазин я открыла в 2018 году на Эйтси, долго вникала, как это все работает. В общем, он у меня заработал, начал продавать в начале 2020 года. Пошли продажи, и буквально через три месяца началась вот эта вся ковидная история, и мои посылки были доставлены где-то через 3-4 месяца. Я решила закрыть магазин, потому что, ну, слишком была нервозная такая обстановка, вот, хотя для меня это существенная добавка, я пенсионерка, и прожить на пенсию практически нереально. Потом, значит, я открыла магазин опять же, он проработал успешно, может быть, месяца два, и с ноября-декабря опять начались ужасные задержки. И все это опять выбило из колеи. Была стадия сначала гнева, сейчас уже стадия равнодушия и просто бессилия. Ну вот смотри, нам сразу присылают сообщение, друзья, плюс семь девятьсот три, семь девятьсот три, шесть три, три, я в феврале из Сочи направляла четыре, даже не посылки, а четыре открытки Европа и США. В итоге в Европу три пришли, а вот в США пока нет, и мы гадаем, пишет слушательница, то ли задержка, то ли адрес был неправильный. Я рада, что подтверждаете мои слова, это очень важно, потому что вот чтобы утверждать, что есть большие задержки, нужно поговорить действительно с большим количеством людей и не быть голословной. Поэтому я записала огромное количество историй, мы их не можем слушать целиком, но я сделал такую подборку. Просто из разных историй такой стрит-ток живой. 21 декабря 2020 года я отправлял ЕМС, отправление в США. 23 декабря оно пришло на таможню и было выпущено с таможни. С тех пор статус по сей день не меняется. Посылка уже в пути, а 114 дней. Посылка ЕМС, причем необычное отправление, не мелкий пакет, то есть она приоритетная. На официальном сайте Почты России указаны сроки, например, в США, там 10-20 дней. По факту доставляется на данный момент 60-70 дней и больше. Посылки пути 48 дней. И последнее именно обновление стоит на всех абсолютно трекинговых сайтах, что отправка экспорта из России 6 марта. Почта России, кроме отписок, никаких сообщений больше не делает о том, где моя посылка. Окупатель требует деньги, я не могу отправлять дальше заказы, потому что не знаю, что с ними будет. Не доставлено примерно 18 посылок в США и Канаду. У меня идут возвраты, споры, я теряю деньги. 5 посылок в США. 27 февраля не все застряли на стадии экспорта. Больше никаких данных вообще ни у кого нет. Хорошим вопросом задаются наши слушатели. Я никогда не понимал, зачем набирать на себя судебные иски. Честно, напишите. 60 дней, а не 20. Ну там просто, видите, и 140 бывает, то есть все по-разному. Кто-то пишет, не напоминайте про рейтинг. Частные отправители из других стран еще до пандемии не желали связываться с Почтой России. Вот множество именно из США и Канады. Вот я бы хотела обратить внимание, что именно про Штаты в основном говорят. Да, это просто дальние направления через океан, но вот есть, например, история с Лондоном. Я ее выделила отдельно, потому что вроде как под боком считается. Моя посылка в Англию была отправлена в апреле месяца 2020 года. И 5 мая последний раз она трекнулась со значением «Передано почте Англии для дальнейшей обработки». Дальше это было убрано из истории, да. И когда я повторно посматривала на сайт, то этого значения трека не было, да. Было последнее значение «Убало из России». Подан был иск, претензия, приложена была переписка и сумма, которую я возместила покупателю из своих личных средств. Но до сих пор от почты никакого ответа. Ни по поводу иска о возмещении, ни по поводу заявления многочисленных на розыск. Более того, этот трек уже не отслеживается системой, как моя посылка. Вероятно, он передан в архив или принадлежит уже следующей посылке. Давай несколько сообщений. Значит, смотри, Дмитрий из Екатеринбурга пишет, отправлял посылку в Бельгию, гуляла больше двух месяцев, вернулась с комментарием «Утеряны документы». Так, Александр из Кемеровской области предполагает, что недошедшие в США открытки – это наш ответ на их санкции. Но есть вот такие сообщения. Марина из Читы, занимаюсь посткроссингом. В этом году быстрее идут открытки из Германии. В Европу и США добираются 2-3 месяца минимум посылки по России и миру. Через неделю-две быстро улетают в приложении Почты России, все отслеживается. Ну и вот такое сообщение, тоже оно про открытки. Друзья, у вас, если есть история, связанная с тем, как вы отправляли Почтой России посылки за границу именно, дошли или нет, пишите. 7 декабря отправила открытки друзьям в США. Пришли. Но 15 марта. Да, это, кстати, и что больше всего бесит людей, я заметила. Больше всего, конечно, отсутствие какой-то конкретной обратной связи, адекватной, да или вообще, неважно, просто обратной связи, любой. Никто ничего не возмещает, не отвечает. Либо отвечает, что самое реально для меня бы было бесячее, это, что все хорошо. Ну так не волнуйтесь. Да, ну это вот, знаете, такая странная история, когда тебя вот уже застали выходящим из дома любовницы, самое время сказать, это был не я. Просто хотят на тебя уже смотреть. Это моя любимая ситуация. Давай ты будешь верить моим правдивым словам, а не своим лживым глазам. Я дозвонилась до Игоря Яшина, чтобы, естественно, Почта России представителю тоже дать слово. Это руководитель направления по развитию экспорта как раз, то есть это его стезя. И, во-первых, я хотела бы сказать спасибо, что бы там ни было, он очень быстро ответил. Потому что вообще такие вот пресс-службы, да, как Почта России, ну вообще в целом как госслужбы, они, ну это черная дыра, там можно неделями ждать от них ответа. Тут я сразу его получила, но вот какой он, давайте послушаем. Прошлый год, апрель, это была вообще ситуация, когда у нас логистика полностью перестраивалась. Перестраивались на морское сообщение, потом переходили на наземное и на авиационное, на транзитное. Если говорить про последние полгода, то ситуация стабильная, она не такая, как была до ковида, поскольку ограничения по авиации продолжают действовать по многим-многим направлениям, многим странам. Но тем не менее у нас логистика не имеет, ну последние полгода даже больше уже проблем с затовариванием у себя. Мы оперативно выталкиваем грузы на экспорт, контроль ведется на уровне руководства за объемами, задержек с нашей стороны нет. Есть по основным направлениям регулярные, постоянные решения. Если говорить, например, про штаты, то у нас в неделю порядка 6-8 авиарейсов, мы десятками тонн вывозим груз, наше отправление по штатам. Еще раз проговорю, что прямых рейсов пока не хватает, поэтому есть транзитные рейсы. И в основном, если говорить про задержки, которые появляются иногда, они связаны с тем, что при перегрузке в хабах транзитных, авиаторы, ну либо, соответственно, почтовой администрации, не всегда оперативно отрабатывают. Как бы нам хотелось подоставить. Тем не менее, сроки доставки у нас сейчас размещены, и они обновляются на нашем сайте, почта.ру. Всегда можете там их посмотреть. И мы ближайшие 5-7 дней будем этот файл обновлять. За последние полгода ситуация не ухудшилась, но и не улучшилась. Как конец. Ну, в общем, я потом... Как у Почты России, что ты хочешь услышать. Фамилию Яшина. Да. Я потом очень много раз слышала в разговорах уже конкретно с людьми, которые мне рассказывали свои истории из-за истории своего бизнеса. Конечно же, они ставят под сомнение то, что он говорит. Я как журналист не могу ставить под сомнение без фактов, но дать слово тем, кто это делает, я могу и обязательно это делаю. Но самое печальное даже не это, а то, что абсолютно нет никакой реакции от Почты на официальные вопросы товарищу Яшину, менеджеру Почты России, который уже много лет развивает экспорт. Ответы поступают, скорее, даже издевательские. Ну, и абсолютная ложь идет, что летают самолеты там по 5-7 рейсов в неделю. На самом деле, то есть на эти рейсы попадает примерно одна из 15, наверное, 15 отправлений. Все остальное, то есть это примерно 95% всех отправлений. В США они идут транзитом через Польшу, Хорватию, Египет, сейчас через Арабские Эмираты. В общем, через все, что угодно. Суть вообще вот ближе там к аферизму, к мошенничеству тут налицо. Господин Яшин постоянно лжет, что якобы все куда-то идет, плывет, летит, касаемо отправок в Соединенные Штаты Америки. У меня, например, с марта месяца все посылки мои никуда не идут. Все это валяется в Шарапово. С ноября месяца меня кормили завтраками, говорили, что все в США, а по факту два с половиной месяца валялось в Москве. То есть сейчас происходит та же самая история. Почта России все на ручном управлении, то есть статусы меняются независимо от того, где находится посылка. Когда я разговаривала с операторами на горячей линии, в среду мне операторы говорят, что в их системе показано, что все мои посылки в Америке. Когда я говорю, в какой город они прилетели, что написано в системе, они говорят, ничего не знаем. Звонишь через день, они говорят, мы не знаем вообще, где ваши посылки, в Америке, в России. И там, звонишь еще через два дня, они говорят, ну, они с пометкой отправлены из России, но на самом деле они никуда не уезжали. Как это вообще? Да, это очень странно. Ты знаешь, есть счастливые люди, нам пишут, здравствуйте, дочь живет в Сан-Франциско, посылки идут к ней и от нее доходят в приемлемые сроки. Да, из-за ковида чуть дольше идут. И слушатели еще отмечают, что, слава богу, что хоть по России посылки, в общем, доходят в приемлемые сроки. Ну, вот еще есть у меня тут такая любимая рубрика, я связалась с юристом, и он мне прислал хронологию спора. Я очень люблю их читать, хобби такое. Декабрь 2020 года. Коллективный иск подан в Симоновский районный суд. Февраль 2021. Симоновский районный суд принял коллективный иск. Конечно, блин, я люблю вот наши суды, они такие все с чувством, с толком, с расстановкой. Так, статно. Март 2021 года. Федеральный судья районного суда нас начал судебное заседание. 17 марта. И вот здесь самое главное, для чего я это читаю. Запущен сайт проекта для присоединения к коллективному иску. Он называется почта Арбитраж Легал, по-моему, что-то такое. Ну, в общем, это можно найти в интернете. То есть это любой, кто хочет предъявить претензии. Вы можете просто ничего уже не делать, просто, ну, как бы присоединиться к коллективному иску, который уже составлен. Что из этого выйдет, сложно сказать, ну, судя по тому, что мы сейчас слушали. Но, как видите, отдельные иски и требования, вот мне присылали талоны, присылали трекеры, которые прикладывали, да, вот к судебным искам, пока не дают никакого вообще ответа. И все это очень долго происходит. То есть они там год что-то смотрят, ищут какие-то там проверки. А как это проверишь? Ну, то есть в этом смысле, когда вас много, конечно, есть какой-то хотя бы шанс. Поэтому присоединяйтесь, если хотите. Я не склоняю вас к этому. Вот. И мы, конечно, будем следить. Вот, допустим, у нас 23-го будет заседание суда. Будет интересно вообще, что там, чем закончится. Мне обязательно об этом расскажут, потому что я уже подружилась со всеми, кто отправил и потерял по 18-50 посылок. Вот. Мы с ними на связи, и я думаю, что мне сообщат, как пройдет судебное заседание. Ну, и тогда мы ждем тебя здесь, в эфире. Даша, спасибо тебе огромное. Я смотрю на количество людей, которые пишут о том, что они, да, являются пострадавшими от подобных действий, и сколько не отправленных, недоставленных посылок. Друзья, спасибо вам за ваше сообщение. Это была Дарья Касьянова. Я думаю, что в ближайшее время ее репортаж мы выложим на наш YouTube, YouTube-канал «Серебряного дождя». И, соответственно, если вы знаете людей, которые пострадали вот в такой ситуации, вы этим самым репортажем сможете с ними поделиться. Оставайтесь под «Серебряным дождем». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!